Приветствую вас, и те симптомы, которые вы описываете, они могут иметь, конечно, довольно широкий спектр во многих причин, начиная от физиологических, заканчивая, собственно, психологическими. И поскольку вы написали к нам на ресурс, то я постараюсь ответить на ваш вопрос с точки зрения психологии, ну и надеюсь, что вам это будет полезно. Благо мой коллега довольно-таки подробно рассмотрел вашу проблему с других сторон, не только с психологической. И я, соответственно, восполню проблему, на мой взгляд, недостаточно раскрытой именно психологической стороной вопроса. Когда человек быстро говорит и старается как можно больше информации выдать, то это означает, что он не уверен в том, что его будет интересно слушать. Это означает, что человек хочет как можно быстрее все высказать и таким образом реализовать все, что он планировал. Вам нужно для начала определить для себя, вот какую цель вы преследуете, когда, например, быстро говорите. Для чего вам быстро говорить? Видите ли, когда человек говорит быстро, когда человек глотает окончание, он спешит. А когда он спешит, возникает ощущение неуверенности в себе и в том, что человек, который говорит, так же в себе не уверен. Прежде чем начинать говорить, вам нужно четко подумать, что вы хотите сказать. Четко подумать, какой смысл того, что вы хотите сказать. И говорить именно то, что вы считаете наиболее важным. Вместе с этим нужно учитывать интересы других человек. То есть, если, например, тот, с кем вы разговариваете, представляет из себя личность, обращающую внимание на смысл, на суть того, что говорят люди, то, естественно, вам нужно быть немногословным. Естественно, вам нужно стараться передать лишь основное направление, основной пассейн и не более того. То есть, я понимаю, что вы боитесь того, что людям, ну, по всей видимости, будет неинтересно то, что вы хотите высказать. Я это очень хорошо понимаю. Но и вы постараетесь понять, что когда вы спешите, как бы парадоксально это ни звучало, но когда вы спешите, вы, по сути, делаете то же самое, от чего, условно говоря, бежите, когда пытаетесь говорить быстро. То есть, вы, по сути дела, отталкиваете человека, когда говорите достаточно быстрым темпом, потому что, ну, довольно сложно разобрать слова, когда человек говорит очень быстро и, ко всему прочему, еще и недостаточно разборчиво. Это очень тяжело бывает. Теперь дальше. А в том, что касается ваших описаний. Вот вы описали такую вещь, что вам достаточно тяжело говорить. То есть, у вас, как я понял, заканчивается дыхание, и вы чувствуете, что вам, ну, как бы, не хватает воздуха. Соответственно, что это значит? Вот тот факт, что вам не хватает воздуха. Объективно, проблемы с дыханием, и, соответственно, медицинская сторона вопроса. Это по первому, так сказать, впечатлению. А по первому впечатлению у вас именно данный момент. Но, конечно же, может быть и так, что проблема не только в этом. Может быть, проблема еще и в нервном переживании. Может быть, проблема еще и в том, что вы слишком сильно не уверены в себе, из-за этого у вас волнение, из-за этого у вас страх. И, естественно, даже если вы имеете хорошее дыхание, то в этом случае вы все равно будете испытывать проблемы с выражением своих мыслей и тем, что вам не будет хватать дыхания для того, чтобы сказать то, что вы хотите. и здесь, именно вот в этом ключе очень важно, чтобы вы смогли, ну, желательно, чтобы вы смогли для себя немножечко определить такую вещь. А вот нет ли у вас страха? то есть вы пишете достаточно понятную вещь, что может там говорите, сбившего, сбившего немного говорите, это понятно. Вот. вопрос в том, а не происходит ли у вас это потому, что вы несколько боитесь, боитесь, например, того, что, ну, скажем, люди просто-сапросто не хотят вас слушать. Вот то, о чем мы говорили перед этим. И если так, то вам нужно уже бороться не с дыханием, а со страхом. Со своим собственным страхом, который не знает вам нормально существовать. Как бороться за страхом? Со страхом спросите вы. для этого требуется одновременно и много, и в то же время не очень много. Потому что нужно упорство, нужен определенный труд, но это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Попробуйте найти для себя такую вот такую позицию, такое положение, когда вам комфортно разговаривать. А также еще важный вопрос, с кем вам комфортно разговаривать. Но в любом случае, если что-то такое есть, то это нужно найти обязательно и постараться реализовать. Вот предположим, вам очень комфортно возговаривать, ну, скажем, я не знаю с кем, ну, например, там, допустим, с вашей мамой, например, или с вашими другими близкими людьми, которые для вас имеют какое-то значение. предположим, вам хорошо с ними и вот в этом ключе и двигайтесь. То есть, нажмите с комфортного общения, когда вам хорошо, спокойно общаться, выражать свои мысли, правильнее сказать, и постепенно, постепенно увеличивайте сложность так, чтобы, ну, условно говоря, вы почувствовали приближение того вот самого ощущения, которое вам всегда мешает. То есть, ощущение, вот это вот, это ощущение, когда вы захлебываетесь, когда вы не можете сказать что-то. если вы будете двигаться в этом направлении, то при условии, что это состояние будет у вас, ну, скажем так, совсем чуть-чуть, то есть, не сильно, как обычно, а именно немножко, вам будет куда легче с этим бороться и вы вообще говоря гораздо больше имеете шансов справиться со своей проблемой именно таким образом, чем, вот, например, просто бороться, так сказать, уже в ситуации. Кроме того, существует немало важный момент, который мне бы хотелось вам обязательно постараться донести, этот момент заключается в том, что, когда вы почувствуете, а вы это обязательно почувствуете, когда вы почувствуете, что, вот, ваше привычное состояние, оно к вам как бы подбирается вновь, да, вы сможете для себя его идентифицировать, то есть, вы можете понять, а что же оно, ну, собственно говоря, из себя вообще представляет, это состояние. И, если у вас получится это сделать, получится понять, что именно вызывает у вас страх, то вы имеете все шансы данную свою проблему побороть, подавить, а может быть, даже и поняв все, чего вы боитесь, перестать этого страшиться и начать воспринимать страх как просто негативное обстоятельство, которое мешает вам реализовывать то, что вы сами для себя, например, хотели бы, то, что вам нужно было бы, но то, что вы на данный момент получить не можете. А если говорить еще о страхе, то его нужно перевести в область я бы сказал обсудимого, в область рационального и тогда он уйдет. Вот, в принципе, так можно ответить на ваш вопрос. Если какие-то дополнительные уточнения у вас остались, расчитайтесь ко мне в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.